Успели до первого снега. В минувшие выходные на улице Свердлового дворе нескольких домов завершился первый этап благоустройства территории. Здесь появились различные зоны для игр и спорта, а также пешеходные дорожки. Меньше года назад жители обратились к своему депутату Наталье Красильниковой с предложением облагородить территорию. И проект после многочисленных обсуждений стал обретать очертания. А мечты жителей – воплощаться в жизнь. Я сюда переехала в раннем-раннем детстве. Здесь еще было на месте 25-й школы, был еще вообще частный сектор, дома стояли. То есть при мне все это сносилось, облагораживалось. Было, конечно, поначалу-то ничего зелено красиво, потом, когда это все в бурьяны и ветки в сухие превращалось, уже красоты такой, конечно, не было. И очень рады, что есть такие люди, которые за все это берутся, все это делают. Этот сквер еще недавно был не в лучшем состоянии. Старые деревья, бурьян, падающий забор. Проходить через эту территорию жители боялись. Поэтому периодически здесь устраивались субботники с участием работников Балаковского филиала АО «Апатит». Но проблема требовала кардинального решения. Поэтому предприятие и подключилось к благоустройству сквера, выделив на проект более 2 миллионов рублей. Также химики помогли выкорчивать старые деревья и провести озеленение. Любые проблемы можно решать сообща. Не надо не ждать ни от кого никакой помощи. Надо объединиться и просто сделать. Я уверен, что вот этот пример для всех таким будет посылом для того, чтобы это дело продолжать и не только в одном дворе, и в соседних. Куратором проекта стала депутат областной думы Ольга Балякина, которая профинансировала обустройство двух полос препятствий. Ну а поскольку инициативы жителей получила одобрение на областном уровне, то из регионального бюджета выделили на реализацию мечты 3 миллиона рублей. 400 тысяч рублей из местного бюджета, а сами жители сообща добавили 200 тысяч. То, что здесь было, я думаю, помнят все, и есть стенд, который показывает, как было и как стало. Для всех жителей этих домов это будут комфортные зоны, где они будут гулять со своими детьми. Такое хорошее дело, и думаю, что и дальше у нас будут снова и снова появляться такие зоны благоустройства для наших любимых жителей города Балакова. Сами жители признаются, таким комфортным их двор не был никогда. А как же иначе, если они сами не остаются в стране и участвуют в благоустройстве? К примеру, в минувшие выходные и дети, и взрослые высаживали сосны. Озеленители говорят, что большие хвойные надо сажать именно в мороз. Приживаемость лучше. А вот различные площадки здесь уже прижились. Их оценили жители всего микрорайона. Есть где погулять с ребенком. Есть где пройтись, посидеть есть где. Поиграть можно и в футбол, и в баскетбол. Наверное, таким и должен быть настоящий сквер мечты. Это на самом деле определенная мечта. Мечта, которая все-таки сбылась. И это только первый этап решения тех благоустроенных задач, которые мы перед собой ставим. Это только начало пути. Огромное вам спасибо, уважаемые жители, уважаемые депутаты, уважаемые руководители компании ФосАгро. А на следующий год сквер мечты еще больше преобразится. Здесь высадят розы, установят детскую площадку, оборудуют сцену с лавочками для проведения собраний и концертов.